Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо и так уж получилось, что сегодня практически весь день я работал работу и поработать выбрался только вечером, когда на улице опять темно поэтому сегодня буду заниматься той частью дымохода своей микропечки, который проходит у нас по мастерской скажем так, где есть свет, где работать будет удобно может быть завтра получится заняться внешней частью дымохода, там сейчас темнота кромешная, ничего не видно задача на первый взгляд не сложная труба есть, отводы есть, бери сварку и вари однако дымоход у нас должен получиться разборный, чтобы была возможность почистить его от скопившейся сажи очень, конечно, хорошо было бы, если бы она там не скапливалась но при диаметре трубы 76, боюсь, что это где-то на грани фантастики поэтому будем сейчас придумывать какие-то разъемные соединения ну а начну с того, что уберу пока печь в сторону и демонтирую участок пластиковой трубы, отвечающей за вентиляцию погреба ей необходимо придумать какую-то замену из негорючих материалов очень, конечно, заманчиво вывести дымоход прямо в это отверстие но, к сожалению, там забор поэтому мы его пока просто заткнем старыми тряпками ну а теперь неплохо бы обустроить тепловой экран для защиты верстаков от жара, который будет идти от печки для этого я использую совершенно случайно завалявшийся у меня кусок дюралюминия думал сюда пустить жесть отдельными кусками но наткнулся на такое сокровище лист этот прикручиваю на саморезы и, естественно, не вплотную к дереву а через проставки, чтобы между ними оставался воздушный зазорчик а сейчас хочу немного его почистить чтобы он взял на себя функцию своеобразного отражателя тепла грубовата насадка вот что в итоге получилось вот что в итоге получилось не знаю, красиво или нет, надеюсь, будет работать вниз также уложил кусок жести и мы можем наконец устанавливать печку так, как она и будет стоять вот от этого положения буржуйки уже будем и плясать нужно только немного укоротить трубу и чем ровнее это сделаем, тем легче будет герметизировать стык затем дымоход необходимо повернуть для этой цели у меня есть отводы под 90 градусов этот стык планируется сделать разъемным чтобы трубу можно было снять для чистки уплотнять его я буду с помощью стеклоткани и водопроводного хомута вот только есть одна загвоздка отвод у нас имеет криволинейные поверхности и хомутом достаточно плотно не обожмется поэтому между отводом и дымоходом я сделаю еще один ровный участок трубы высотой где-то 30 миллиметров да, кстати, судя по тому, что на улице посветлело у нас уже начался следующий день а я все еще вожусь с печкой и у меня есть твердое намерение в этом видео закончить ее установку вот уж действительно говорят 7 раз отмерь, один отрежь тот угол, под которым я просверлил отверстие в стене оказался не совсем верным пришлось блок подрезать обычным ножом и добиваться вот такого положения здесь у нас труба совершенно свободна ходит и подогнать ее можно вправо-влево, выше-ниже то есть и в отверстии у нас зазорчик на тепловое расширение есть следующая задачка подгонка отвода дело в том, что отвод у нас под 90 градусов а по факту надо где-то 110-115 вот и не стыкуются у нас торцы поэтому отвод сейчас необходимо подпилить так, чтобы все плотненько сварилось а вот так кажется уже значительно лучше можем доставать трубу из стены и несем на улицу варить и наконец не помешает, наверное, почистить трубу от ржавчины практически идеально получилось зазорчик в стыке одна ну максимум 0,2 мм стык получился разъемный и сначала я думал уплотнить его с помощью полос стеклоткани однако при нагреве до 300 градусов сгорит-то она не сгорит но дымить начнет точно слой эпоксидки на ней будет выгорать поэтому решил воспользоваться фольгированным скотчем по сути это алюминиевая фольга на клейкой основе думаю она для таких целей и предназначена блин забыл одеть хомут на второй раз она уже клеится будет так себе три слоя фольги и сверху по стыку стягиваем трубы хомутом отлично еще вот думаю что стоит увеличить жесткость этой конструкции и убрать возможность раскачки для этого в стену вкручу шпильку а к трубе, к дымоходу приварю шайбу с двух сторон зафиксировав в нужном положении гайками получилось достаточно аккуратно и думаю надежно по крайней мере труба стоит мертва и совершенно не шатается конечно вкручивать шпильку в блок ПГС решение сомнительное но давайте учитывать что я ее именно вкрутил сначала засверлил отверстие меньшего диаметра а потом по резьбе вкручивал туда шпильку предварительно хорошо промазав и отверстие и саму шпильку клеем клей еще подсохнет и будет все это держать как камень выход трубы в стену со стороны мастерской за конопачу остатками стекловолоконного шнура вот теперь, пожалуй, можно сказать, что внутренняя часть дымохода у нас готова а что же собой представляет внешнее? а пока ровным счетом ничего просто огрызок трубы, который торчит из стены на 30 сантиметров а для того, чтобы изготовить что-то похожее на дымоход снаружи у меня есть немного фантазии и водосточная труба здесь уже температуры будут невысокие поэтому главная ее задача отводить дым и создавать тягу сегодня я эти трубы только помыл а вот работать с ними придется уже завтра потому что опять стемнело и даже размеры снять нормально не получится не говоря уже о том, чтобы монтировать их на высоте второго этажа и наступил новый день температура воздуха просела до плюс двух холодный пронизывающий ветер я приступаю к работе установил старенькую лестницу и немного почистил пространство от веток сейчас попытаюсь сделать какой-то дымоход удобно, что трубы эти между собой стыкуются фактически как конструктор лего вставляются одна в одну а фиксировать я их буду с помощью маленьких саморезов так называемых клопиков давайте посмотрим на то, что у меня получилось итак, нижняя часть дымохода представляет собой втулку в которую замечательно входит 76 труба а втулка эта, знаете что? это корпус ураловского спидометра естественно спидометр я взял нерабочий битый, мятый, гнутый обрезал вставляется просто изумительно очень плотно и думаю не потребует никаких дополнительных уплотнений отлично как теперь достать одной рукой от втулки начинается прямолинейный участок длиной около полутора метров затем колено чтобы обойти свес крыши выступ шифера и следующий прямолинейный участок уже будет возвышаться над крышей здесь еще около полутора метров а может и немного больше и я рассчитываю, что сама труба где-то на полметра будет возвышаться даже над уровнем конька моей мастерской а это хорошо для тяги не будет задувать в трубу ну и венчает все это безобразие самодельный искрогаситель и колпак колпак сделан из крышки педального ведра нержавейка а искрогаситель, сетка это сетка воздушного фильтра от МАЗа чтобы подстраховаться от какой-то случайной искры все стыки я в несколько слоев уплотнил алюминиевым скотчем и вот думаю, что собрать эту конструкцию на сегодня было самой простой задачей а самая сложная задача закрепить ее на стене ведь здесь у меня по большому счету только шифер к которому прикрутиться не получится а значит придется использовать верхние два стропила между ними делать какую-то распорку крепиться к ней и внизу крепиться к пеноблоку и все это на высоте задачка та еще работать стараюсь очень активно чтобы успеть до темноты до захода солнца и в двух словах сейчас расскажу свою идею как я решил реализовать крепление к стене по размеру нашей трубы я изготовил две скобы к ним приварил гайки сюда укладывается поперечина и таким образом в этой скобе можно трубу обжать а уже скоба будет привариваться к той перемычке которую я вкрутил между двух стропил давайте посмотрим это очень удобно наверху работать сваркой все это по месту подгибать приваривать, прихватывать в общем вот у нас распорка поперечина надежно прикручена здесь арматура восьмерка или десятка и вот так увлекся привариванием подгибал здесь держал в нужном положении пруток пришлось видеть его прогреть и немножко подогнуть что в итоге приварил сюда разводной ключ надо будет отрезать неприятно ну да ладно а вот уже первая скоба все зажато держится сейчас вторую скобу поставлю здесь и пропущу над водостоком еще два куска арматуры должно быть крепко ну вот и все подходит к финалу третий день работы уже окончательно стемнело а я все успел все что хотел все сделал давайте осмотримся тут все разбросано завалено отходами производства надо наводить порядок и вот она вот она наша труба дайте ко мне свет оп выход колено уплотнение хомут входит в тонкостенную трубу и здесь еще ну где-то сантиметров 40 точно а может быть даже и полметра трубы вот такой 76 а дальше дальше дымоход все плотненько все хорошо о не дожал надо сейчас дожать эти два болта одна скоба здесь арматурой крепится к стене и две скобы вверху и тоже крепятся но не к стене а к перемычке здорово надо немножко навести порядка забрать все нужное хотя бы просто занести в мастерскую о кстати обратите внимание вентиляционную трубу я пока убрал и сразу потянуло потянуло сырость через крышку через эту трубу засасывает воздух а здесь просто сетка вырез такой тянет сюда поэтому нам надо поставить вентиляцию купил сегодня гофрированную алюминиевую трубу здесь 3 метра вот думаю ее пропустить завтра хотел закончить это видео красиво сесть у растопленной печки чтобы потрескивали дрова устроить замеры температур до того как печку затопили и после а в итоге так сегодня умахался особенно там наверху когда приходилось стоять на лестнице и балансировать со сварочником и всеми этими металлоконструкциями и умудряться еще что-то там к чему-то приваривать сил нет совершенно даже порядок наводить и расставлять все на свои места сегодня не буду надеюсь вы не обидитесь если испытания ходовые для печки мы устроим уже в следующем видео очень хотелось бы чтобы это произошло уже завтра и я буду стараться ну а на сегодня закончим пойду пообедаю или уже поужинаю и буду отдыхать спасибо вам друзья за вашу поддержку всем счастливо и всем пока субтитры